Акимат Лайв 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 Говоря об интервале этого нового маршрута, сколько автобусов на линии будут работать? Сейчас я точно количества не могу ответить, но Управление городской мобильницы, они закупили эти автобусы, и сейчас они уже на границе Узбекистана должны прибыть, и до конца февраля они запустят. Ну, периодичность, как у всех, будет. Жак-сэр, бізге скай-паркалы хабарласкан курыр мембарекен. Экранган назар аударайк, срагантын дайк. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Максов Пьенович. Здравствуйте, я вас слышу. Я житель Жадосульского архонда, прозвав по улице Кулатарская, Лебедева, Ирина. Вы знаете, у нас провожили трупы по улице, и асфальт просел. И тропора рядом нету, и машины проезжают, брызгают, оплевают. Можно как-то сделать нам капитальный ремонт дороги? Улица Павлодарская, да, вы сказали? Пересечение улиц. Да, улица Павлодарская. Спасибо за вопрос. Да, это я проблему очень хорошо знаю. Почему? Потому что в прошлом году проводились работы по водоснабжению и водоотведению. И как раз-таки по улице Павлодарской они закончили ее где-то в октябре месяце, в ноябре. Вы знаете, уже асфальтный завод в это время приостанавливает свою деятельность и начинает свое открытие где-то в марте, в апреле. Но мы все равно именно подрядчиков попросили, они заасфальтировали по траншейно. То есть там, где раскопали, там и заасфальтировали. Потому что по Павлодарску очень много общественного транспорта ходит и автомобили. Они заасфальтировали, но за зиму идет просадка. Да, где идет просадка. Мы сейчас временными мерами засыпаем их и так далее. И как раз-таки вот тоже Бахчан Абдирович поддержал. Мы в бюджет этого года на средний ремонт, то есть полный новый асфальт от забора до забора по улице Павлодарской будет проложен. Где-то в апреле-май начнутся эти работы. Плюс дополнительно, она очень большая улица, широкая, мы еще дополнительно туда заложили тротуары. То есть современные тротуары будут, красивая, новая дорога с бордюрами, со всеми делами. А вот ситуация с улицей Павлодарской, это единичный случай? Видите, вообще возможно, нам можно было... У нас 269 улиц в районе, но у нас проблема до сих пор нет качественной питьевой воды и канализации. Мы когда анализировали, в прошлом году где-то 60% было, сейчас ее довели, 3000 домов в прошлом году взяли, весь рабочий поселок, где больше всего обращений. И на моем прошлом приходе, как раз Акимат Лайф, когда в прошлый раз я был, больше всего обращений было с рабочего поселка. Но мы полностью весь рабочий поселок закрыли, 25 улиц полностью подвели водоотведение и заасфальтировали. Но теперь мы не можем все сделать, потому что у нас еще 71 улица, не проложена канализация, и 61 улица не подведена качественная водоснабжение. Поэтому по закону мы не можем прокладывать средний ремонт там. Потому что если мы проложим в течение пяти лет, вообще мы ничего не можем делать. Поэтому мы делаем там, где уже, вот как по улице Павлодарская, воду проложили, канализацию провели, все, теперь полный средний ремонт. Спасибо. Здравствуйте. 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 водители игнорируют скоростной режим. И вопрос, вот можно ли на данных участках установить камеры? Вот сейчас Сергея уже устанавливает. Спасибо за вопрос. Да, это тоже один из важных вопросов. В прошлом году 46 камер видеофиксации Сергея поставили, но возмущением были только у водителей. А сами жители, которые ведут своих детей в школу, где проживают, допустим, в микроорганке Мель по Копчегайской трассе, где в основном с областей едут, и как они ехали по трассе, они не останавливаются, дальше на высокой скорости едут, не обращая на знаки. В этой связи мы по 46 камер поставили. Плюс Акимгород дал поручение поставить возле всех школ эти камеры, все нормальные пешеходные переходы и так далее. То есть, соответствующие все в норму все именно эти вопросы привести. А вот касаемо этих камер Сергея, они ближе школ будут установлены? Да, вот у нас 21 школа, мы сейчас занесли заявку по всем возле этих 21 школ поставить вот эти камеры. Спасибо. В центре города живем, нету газификации, все жители топят, значит, твердой топлива. У нас более 100 детей, которые живут здесь. Более 15 лет проживаем, мы отапливаем, твердым топливом. Были случаи отравления угарным газом. Без осы газа сеніп, агуст айында жартақшасын төліп, 103 мін ақшамызды төліп, одан газ келем, ане келет, мүне келет, әр уақытта ая, Касранс газының есің налдына барып, аяғымыз тоздырдық. Енді, мұна, агуст, сентябр, октябр, 3 ай біз газды күттік, июмдегі пешімді сұртқа шығарып, газ кіргізем қойдеп. Ная бір айында қайтадан мұна пешімді неттім, салғызым. Мен не жұмысқа шығалмайым. Екі қызым сағаққа барады, солар тонбасын деп, мүмін пеш сұртқа шығарып, мен салдым амыл жоқ. Мұна мұсырды ұрты үшін жағызда қазып қойады, но кәзір жаңадан жауып қойған қысыта, контейнер бір айыға жақын бұқпалт жаңадан әкеп қойылды. Бұрын ваше контейнер жоқ болатын. Осы бүткіл ары өткен, бер өткен, машинан бәр мұна жүрген мұсырды лақтырады. Сосынна жазда деген сасиды, акиматқа өтніш, либо мұнаң ғорнын ауыстырып персін бізге жаңаға. Шыңқұрды жауып, кәдімгідей бір шағар қолданатын, соны жасап берсін. 7 млн. Но многих такой возможности нет. И они, я помню, 6 декабря, когда у нас встреча сакиму город проходила, они этот вопрос тоже поднимали, приходили. И у них где-то возможность по 110 тысяч, тенге по 100 тыс. И где-то разница 4 млн. выходит. Но делать проект, если честно, это тоже не целесообразно. На какие-то 210 метров делать проект документаций, миллионы выделять, потом еще год-два ждать. Это пока мы деньги выделим на строительство. Это не выход. И Аким Городов дал поручение Кастрансгазу, чтобы они тоже своими силами подвели газ буквально в течение месяца-полтора, чтобы этот вопрос вообще решить. Снять этот вопрос, да. Я думаю, этот вопрос мы в течение полтора. А по второму вопросу? А по мусору, да, вы видели же, там один контейнер стоит и рядом яма выкопана. Эту яму мы закопаем, ну, можно будет даже завтра или послезавтра. Вообще, в целом, там нужно контейнер-площадку строить. Мы сейчас управление зеленой экономики внесем, и одной там мало для 41-й квартиры. Но, знаете, у нас есть такая проблема. Жители просят эти контейнер-площадки строить. Многие жители, где-то в основном частные дома, но жители все равно идут и бросают, где попало. У них есть конкретный график. В течение недели в такой-то день надо вывоз мусора. Нет, они идут, целый день бросают. Но мы для этого, мы с общественной организацией Табират, Тимур Ильусизов, наверное, все знаете его, в прошлом году запустили эко-акцию «Экопатруль». То есть, мы именно проблемные такие зоны, участки выявляем, где больше всего обращение по мусору, где жители не соблюдают график. Там находится «Экопатруль», снимает на камеру, идет фиксация. Потом, конечно же, этих жителей штрафуют, и они записывают на камеру о том, что они извиняются перед всеми жителям жительского района, что они больше никогда так делать не будут. И мы наблюдаем уже по тем улицам, уже это работает. И мы эту акцию будем «Экопатруль» продолжать. Хороший показательный пример. Приветствую! Саламмасты! Саламмасты! Масты! Продолжение следует... 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 что у нас там много СТО, всяких базаров и так далее. А если смотреть, МЖД у нас 1% на карте занимает всего лишь. И как раз-таки в этом мастер-плане мы все эти вопросы включаем, чтобы уже жители видели и знали, какие сроки, когда будут вопросы решаться. Социальная инфраструктура, это школы, больницы, поликлиники, физкультурозаврительные комплексы, инженерные инфраструктуры, когда им подведут свет, когда вопросы воды, канализации, электричества. То есть тогда и, конечно же, у жителей будет меньше вопросов по таким мелочам. Они будут узнать, что такой-то уже есть план. И мы уже вот его сейчас на стадии завершения, и мы хотим его вынести на публичное обсуждение, общественное слушание. С учетом как раз-таки интересов жителей, мы планируем его до 1 марта в целом утвердить. Прекрасно, да. И вновь у нас телефонный звонок от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. По поводу улицы Раенбека, от Саяхата до Восточки, в перспективе у вас в планах нет? Ее расширители, как-то постоянные загруженные улицы. Не утром мы выезжаем тяжело, вечером заезжаем тяжело. Это первый вопрос. У меня два вопроса. Это от Саяхата до Восточки? Да, да. Вот перспективисты в планах там у вас, что можно как-то яркую сделать. На этот вопрос я вам сразу отвечу, что от Суимбая дальше, как раз-таки, от улицы Житцузской по Раенбека, это уже дальше идет Медевский район. Медевский район. До той части это пока в планах его расширения нет. Хорошо. Ну и второй вопрос. Второй вопрос. Улица Баишева выпирается на Раенбека. Здесь выкопали, хотели водоканал, ребята были, выкопали. Теперь она вся в грязи. Но в перспективе, когда могут заасфальтировать, вот это хотел бы узнать. Да, спасибо за вопрос. По улице Баишева в целом в прошлом году была реконструкция водопроводных сетей, холдинга Алматы Су. Но я бы хотел здесь еще добавить, что в проект, к сожалению, не изошли 24 дома. Представляете, вот есть проект, его сделали, но его сделали неправильно. 24 дома забыли. И так раз-таки жители в августе прошлого года подняли вопрос, чтобы мы включили проект. Но мы проект опять-таки не могли включать. Опять год ПСД делать, год строительной монтажной работы. Жители бы все улицы заслутили, но воду подвели, а 24 дома остались без воды и канализации. Мы нашли спонсоров в рамках нацпроекта Халка Кумек, партии Нуратан. Они пришли за свой счет полностью к этим 24 домам, подвели воду, канализацию и заасфальтировали. А те, которые сделали за бюджет по улице Баишева, они не успели свое асфальтирование сделать, потому что уже было, ну, это был декабрь месяц, асфальт, завод не работал. Как раз сейчас потеплеет, и они полностью асфальтную работу тоже там по этой улице закончат. Замечательно. Кизик Црахка, Кизик Перик. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Айгин, у меня к вам вопрос. Я жительница Житовского района, улица Ахтанова. Просим вашего содействия в решении вопроса о благоустройстве нашей зеленой зоны, нашей улицы по улице Ахтанова. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, да. Мы в целом настроены на создание, я же говорил, мы должны изменить парадигму, что у нас промышленный район и так далее, для этого мы должны зеленые зоны больше создавать. В прошлом году мы построили реконструкцию, делали шести скверов, новый парк Война Булаки, и на этом не останавливаясь, мы запланировали строительство десяти скверов в этом году. И именно искали, вот анализировали с сентября, сентября, октября, ноября прошлого года, ходили такие места, искали, и как раз-таки жители обращались. И Ахтанова от 57-й школы, она как раз-таки тоже, мы ее включили в проект, и мы хотим ее уже начать, наверное, ну, сейчас потеплеет, в апреле или в марте, уже строитель-монтажная работа, полностью новый сквер там построим. Это как раз-таки в десяти этих скверах есть в планах. И помимо него еще мы заложили деньги на проект, сейчас проект разрабатывается, создание новых парков. Это в Кокмайсе, вдоль реки Сентай, там где-то 8 гектаров. И это в микрорайоне Кемель, где пруды. Там мы тоже хотим построить новый парк в следующем году. А в целом, вот да, разрушая ту самую парадигму, какие культурные объекты в районе вы планируете в этом году возвести? Культурных объектов мы не планируем в этом году, да. Но в целом мы, я бы хотел здесь добавить, у нас в прошлом году мы провели более 120 крупных культурно-спортивных мероприятий. С охватом более 50 тысяч человек. И чтобы какие-то культурные выговорить объекты, мы в прошлом году можем похвастаться, что в Житсуцком районе у нас открылась аллея поэзии, куда приезжал наш великий поэт Ужас Сульменов, Шаханов. Они приезжали на открытие там. Плюс на прошлой неделе, да, на прошлой неделе было открытие Бюста Абая, чисто 75-летие нашего великого Абая с участием Акима города. И приезжал Жакшулы, Кушкемпиров, Ауэзов, такие наши, Яллар, Ослабяра, Келеп, Олабяра, Куанэп, Останэ Абая, а там назван Останэ Бюста Ашабжатор. И после этого я выступал Булат Абдельманов, где-то на 7 минут Абайну Харасу Зернайта. И сейчас я запустил челлендж, чтобы все, не только жители Житсуцкого района, но и жители нашего города, вот с Алтауского ребята приехали, с Ауэзовского сейчас приезжают, чтобы они так же, как Булат Абдельманов, прочитали его стихи перед этим бюстом. За счет этого мы хотим сделать популяризацию данного бюста, этого места. Мы его построили как раз-таки в сквере Гульдер нашем, где мы в прошлом году провели работы, все строители монтажа, новый сквер построен рядом, частый инвестор построил детскую площадку, воркаут-зону, которая не имеет аналогов в Житсуцком районе. И это такая, как можно сказать, если в Алмате это улица Панфилова, то в Житсуцком районе это парк Гульдерки, в Житсуцком районе. Замечательно. У вас вновь телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Я инвалид третьей группы. Так получилось, мои люди, что я перенес инфаркт, потом инсульт, поставили два центра на сердце, и я стал неподдержспособен. И так получилось, что я обращался в Акимат, и туда-сюда меня немножко педалили. И в итоге я вошел в программу списания помощи по неподдержспособности. А в чем вопрос? Вопрос может повторить? Дело в том, что, понимаете, я недавно обратился в Акимат, в районную. Единственное место, где ко мне ответили по-человечески. И они сказали, сделаю запрос в Национальный парк, но вообще этот вопрос должен решать Акимат и Сырского района. Все. Спасибо. Вы можете мне по этому вопросу обратиться. Либо каждый вторник у меня идет прием граждан с 15.00 в Чистуцком Акимате и одну неделю одну на площадке партии Нур-Атан. Здесь надо на данный вопрос индивидуально рассмотреть саму проблему и пути решения. На личном приеме, пожалуйста, в любое время могут прийти, обратиться. Спасибо. Вопросы. 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 Вопросы.